Берём бревно, таких вот размеров довольно приличного, берётся проросший блок, ставится на торец, мицелий проросший блок проникает по естественным волокнам древесины и прорастает дерево. Таким образом мы получаем бревно, проросшее древесину, проросшую культуру. Вот выход мицелия. Всё вполне удачно работает и довольно таки надёжно. Теперь остаётся довести влажность естественным образом в течение холодного времени ещё внешний вид этой плантации, которую я подготовил для сезонного замачивания древесины естественными осадками. Я их там выложил, ну дальше в полтора рядочка я их выложу. Немножко под уклоном. Посмотрим на урожайность уже весна. Прошло время. Прошло время. Прошло время. Прошло время. Прошло время. Они простояли в теплице плёночной. Вот такие большие брёвна. Проросли насквозь мицелия. Вот видно выход мицелия через волокна. Мицелия выходит, пронизывается, пронизывая всю древесину. Видно вот пятнышки, где уже мицелия защищает себя. Буклируются или полифенолах седаза так называемая. Вот хорошо видно в этом месте её. Брёвна эти я вынесу на свет божишь. Просто потому, чтобы они в течение зимнего времени приобрели влажность естественным образом. Я их установлю. Будет их замачивать внешние осадки. И, так сказать, придёт время весеннего плодоношения. По крайней мере, это выглядит так. Эти блоки уже мицелий тут уже частично кое-где и разрушился. Видно ещё также. Но это не страшно, потому что этот блок выполнил свою функцию как маточника для заражения древесины тоже мицелиям. Вот видно в некоторых местах выход мицелия навказь. Как видите, даже такие большие брёвна, в принципе, прорастают без проблем. Не надо их и мельчить. Всё идёт довольно уверенно. Ну, видно, что немножко влажности не хватает. И теперь я решил их естественным способом. Не замачивать весне. Довести до оптимальной влажности. Вот. Это она вместе видно даже. Стоял на кирпичике. И вот грибница. Даже кирпич прирос к ней. Сейчас я её оторву. Вот. Видите, грибница приросла к бревну, мицелия, приростю к себе кирпич. По порам хорошо растает. Значит, в принципе, можно сказать, что это как подсказка. Можно какие-то пористые поверхности ставить подобное кирпичу. И проращивать.